На часах 7.30 утра, на улице минус 20, на дорогах пробки. Ульяновцы спешат на работу в университет-школу. Привычная картина в час пика мрачается отсутствием общественного транспорта. Долго на холоде не простоишь, а заветную маршрутку приходится ждать иногда и по 40 минут. Работаю в Новом Городе, приходится ездить почти 20 километров. Частенько два часа занимает. С Дальнего, я же вообще очень сложно уехать. Оттуда ходит только 28 маршрутка, и то она очень редко ходит. Уж не говоря о том, как вечером все это происходит. Вечером вообще все очень жестко. То есть после 9 часов снова в город уехать вообще практически невозможно. Картина и утром, и вечером примерно одинаковая. На отсутствие транспорта жалуются и в соцсетях. Жалобы поступают напрямую губернатору. Сергей Морозов уже раскритиковал работу региональных перевозчиков и профильных ведомств. Проверки маршрутов еще раз подтвердили то, что я уже говорил. Есть серьезные сбои в графиках, которые из раза в раз повторяются. И испытывают людское терпение. Вынужден констатировать, что на сегодняшний день работа ведется плохо. Выход из ситуации есть. Это проводить ежедневные мониторинги и фиксировать нарушения. А перевозчиков, которые отказываются соблюдать график работы и выделять дополнительные автобусы, освободить от своих обязанностей. На их место поставить государственный транспорт. Напомню, что в прошлом году Ульяновская городская дума инициировала законопроект Ульяновской области, который позволяет управлению дорожного хозяйства сегодня через суд добиваться лишения свидетельства на право осуществления перевозок, если повторные фиксируются нарушения в графике движения в расписании. С помощью региональной навигационной информационной системы в Минтрансе отслеживают ситуацию по передвижению транспорта и формируют отчеты. На основании зафиксированных фактов о нарушении перевозчики будут привлекаться к ответственности. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ.